алейкум хочу показать вам одно удивительное видео одного удивительно одаренного человека джамблата умарова министра национальной политики информации печати чеченской республики свое время ахмад хаджи кадыров дал газу обл дольцам говорил стоя над развалинами и руинами обугленного грозного что первым храмами единоможия на этой священной земле будет церковь святого михаила архангела тебе джамблата после этих слов нужно было как обдулатипову автоматом перекреститься не знаю наверное сам ахмат кадыров услышав услышав это был бы просто шокирован от этих слов хорошо что мертвые не слышат да что там ахмат кадыров сам патриарх кирилл наверное поперкнулся нам своим королевским сибасом во время ужина когда ему показали это видео тебе осталось только в этом храме в случае в своем этом храме единобожия теперь имени михаила покреститься пройти крещение этого настоятеля этого храма там священника который там работает его взять себе пресные отцы и переехать работать в московскую патриархию в пресс-службу патриарх кирилла вот где раньше сидел этот всеволод чаплин как раз твоя будет нормальная работа будешь там делать свои заявления красноречивые и когда на вертолетах мы сели обратно мазлоки я будучи мусульман автоматически перекрестился что вот такая была ситуация мусульман патриарх кириллаху ванна мусульман патриарху ванна мусульман патриарху арсала маду масштаби набийя и бомбар беден ва салла лала ваал арсулина мухаммад ваал алехи и ва сахби оман и тэгэллау билихсаны ия иуми дин амма бааду вассаламу алейкум ва раматуллаху баракату шея день хуйцародоха рэтишон of was salam маршал душу геотаха хоми маккой горжусь этим орденом здесь изображен голубь голубь, любимая птица пророка Мухаммада с веточкой мира в клювике и написано здесь делающему добро, честь и славу поэтому я и говорю, что честь и слава это то, что сопровождало чеченский народ и мусульман истинных во все времена их существования в человеческой истории честь и слава мусульманам честь и слава чеченскому народу было объявлено в церкви этим архиепископом Варлаамом который кстати, когда мы с вами собирали митинг против карикатур на пророка Мухаммада именно этот владыка Варлаам стоял рядом с нами выражая протест против мерзавцев из Шарли Абдо и их сторонников и когда меня попросили приехать от имени мусульман и чеченского народа выступить в защиту традиционных семей традиционных ценностей традиционных ориентаций в конце концов я выступил и вы все это мое выступление слышали о пробуждении русского народа о народосбережении о том, что нам эти их нетрадиционные ценности в кавычках, что мы от них далеки я это высказал и я высказал боль и надежды каждого из мусульман России каждого из кавказцев истинных кавказцев для которых такие ценности я не буду даже называть какие они неприемлемы во-первых, эти ценности во-вторых ценности в кавычках во-вторых, для нас неприемлемо чтобы какая-нибудь общественная организация которую возглавляет и в которую входит непонятно кто отнимал наших детей из наших семей из-за того, что мы не то, что там их побили там или в угол поставили просто из-за того, что сделали замечание по этому варварскому, дьявольскому, сатанинскому закону хотят нам здесь, в России это ввести я пошел и выразил нашу позицию и видимо сделал это настолько резонансно что патриарх московский и всеаруси решил наградить меня и за такое мнение весь наш кавказский, чеченский, если хотите народ, нас, мусульман за такую позицию вот он, этот орден, повторяю честь и слава честь и слава мусульманам России честь и слава Кавказу который так монолитно и мощно держит свои позиции в России поэтому мне стыдиться не за что если ради Всевышнего, ради Кавказа ради моего чеченского народа надо будет идти хоть на Голгофу валлахи биллахи таллахи я на нее пойду иншаллах пусть Аллах даст мне силы пусть Аллах даст мне силы самой страшной бедой любого народа и нашей с вами умы пророка саллаллаху асаллама была есть и остается человеческая примитивная глупость мракобесия вот именно эта мракобесия и отбросила нас на задворки цивилизации нас исламский мир который до сих пор не может прийти к единству наша собственная глупость и мракобесие пусть Аллах убережет нас от этого страшного мракобесия пусть Аллах убережет нас от неправильных непродуманных решений и от мерзавцев которые вырезая из контекста вот это одно слово вырезали аксиос было песнопение когда мне вручали этот орден так вот аксиос это означает достоин значит каждый кавказец каждый мусульманин который трепетно относится к своей религии и к своей семье достоин награды где особенно золотыми буквами написаны эти два слова честь и слава честь и слава честь и слава уме пророка Мухаммада честь и слава Кавказу честь и слава чеченскому народу честь и слава России председатель Центрального Духовного Управления Мусульман России Верховный Муфд Халгар Сафиш Таджудин награждается орденом Русской Православной Церкви святаго благоверного князя Данила Московского второй степени примите глубочайшую благодарность за ваше служение России позвольте я прикрув вашей губернице на свои ордена Русской Православной Церкви одержима нашей страны для меня огромная честь получить этот орден как говорит наш любимый шеф если человек идиот то это надолго Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь? сейчас поймешь некоторые ходят с бородой и мне говорят пророк Мухаммад тоже с Аллахат Аллахасаном ходил с бородой ребята пророк Мухаммад на верблюдах ездил а вы на чем ездите? езжайте на верблюдах время ислам он должен адаптироваться ко времени если бы ислам не адаптировался бы конкретным культурам народа он как был бы там в Саудовской Аравии там и остался бы идиот ну что тут сказать какое у человека единобожие такой у него и храм ничего не поделаешь вся хвала принадлежит Аллаху Господа Мирова патриарх Кирилл подписал указ о награждении муфтии Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди орденом славы и чести в связи с этим Дагестан прибыл представитель экспертного совета при патриархе по взаимодействию с мусульманами и о романах Григорий и религиовед доктор исторических наук Роман Силантьев от имени патриарха России награду муфтию Дагестана вручил архиепископ Махачкалинский Грозненский Варла я очень рад что мне сегодня предоставлена такая особая миссия вручить вам орден орден третьей степени славы и чести который удостоил вас святейший патриарх председатель духовного управления мусульман республики Дагестан удостоен ордена русской православной церкви славы и чести третьей степени это для меня это очень важное значение имеет 20 лет тому назад алхамду лилля я не только сказал я одел форму и сказал вместе будем воевать и защищать родину а сегодня когда вспоминаешь мне это приятно мы вам очень благодарны с каждым годом с каждым месяцем с каждым днем можно сказать легче, удобно и приятно с вами работать и я понимаю что может некоторым не понравится сегодняшняя награда но говорят что дорогу оселить и души я хочу пожелать вам чтобы вы ее оселили на все сто отношения вот между православными и мусульманами эти отношения берут начало со временем пророка мир ему он своих сподвижников самих близких людей можно сказать членов своей семьи отправили за помощью царю христианину именно там они получили полную поддержку помощь приютили их начало этих отношений оттуда вы скромный человек и ваши сподвижники очень скромные люди но мы знаем кто действительно основной внес вклад награды нашли того человека который всегда был напередал спасибо ан и с приюти ан именно я ан Субтитры создавал DimaTorzok